В течение всей лекции, в качестве примера, мы очень часто использовали класс соочисленного массива. В конце этой лекции давайте посмотрим, как, используя все эти знания, которые мы получили, можно было бы реализовать данный класс. Начнем с обсуждения полей и конструкторов. У нашего класса будет два поля. Поле Size, которое соответствует размеру массива, и поле Data, которое соответствует указателю на динамический массив, в котором хранятся элементы нашего соочисленного массива. И мы объявим два конструктора. Первый конструктор будет принимать один аргумент, размер массива, и создавать массив данного размера. При этом в теле массива мы будем инициализировать элементы нулями. Второй конструктор — это конструктор копирования. Он будет создавать массив такого же размера, но в отличие от конструктора копирования, который бы сгенерировал компилятор, данный конструктор копирования выделяет для Data новый массив и копирует элементы в цикле. Отмечу, что так как мы реализовали конструктор копирования с одним аргументом, у данного класса не будет конструктора по умолчанию. То есть нельзя будет создать его, не передав аргументы в конструктор. Также стоит отметить, что конструктор от числа описан как explicit. Это нужно, чтобы запретить неявные преобразования от числа к массиву. Продолжение следует...